Всем привет! С вами у нас история от подписчицы. История очень долгая. Она даже прислана мне на почту в формате Word несколько листов. Я постараюсь зачитать быстро. Но при этом, как бы, там не особо сколько нужна помощь и разбор эта история. Больше здесь идёт на то, чтобы человека как бы и выслушали, что-то подсказали. В общем, сейчас поймёте. Здравствуйте! Я уже больше года являюсь подписчицей вашего канала. Обожаю смотреть ваши видео. Так вот, я бы хотела рассказать одну ситуацию, которая произошла со мной в прошлом летом. Это не касается Турции или отношений между мужчиной и женщиной. Это касается отношений отца и дочери. Но я всё равно пишу вам, так как хочу узнать ваше мнение и ваши рекомендации как психолога в такой ситуации, как мне себя вести. Мне 19 лет, и я учусь в университете на данное время. В середине лета мы переезжали с одного города в другой вместе с дедушкой. Так как моя учёба была в другом городе, и до этого я жила с дедушкой, когда училась в родном городе в школе. Родители живут в другой квартире, и я с детства росла рядом с бабушкой и дедушкой. Так как переезд нелёгкий, процессы требуют много времени, и занималась в основном сама. В это время я ещё... ещё были вспышки коронавируса, и мой дедушка заболел, и у нас были... Лёг в больницу. Мама тоже заболела и тоже была в больнице. Мне никто не помогал с проблемами переезда. Я сама всё упаковывала, продавала, ненужные вещи, мебель и так далее. Мои сестрёнки и братик никак не хотели мне в чём-то помочь, если только их не заставить. Папа тоже занимался непонятно чем, не помогал. В этот момент он безработный уже 5 лет, и всегда где-то пропадает, и иногда только что-то зарабатывает на непонятной работе. Он никогда не делится, чем он занимается, что делает. Так что я не в курсе. Так вот, в один из таких дней, когда я продавала кухонный гарнитур двум людям, сестра и брат, я не заметила, как они вместе с кухонным гарнитуром забрали и фильтр для воды. А эта штука в своё время стоила 1500 долларов, и я не смогла найти номер этих людей в своём журнале записи, так как мне много кто тогда звонил по поводу продажи мебели и так далее. И я иногда удаляла сразу же номера. Поэтому позвонила в полицию и маме. Маме рассказала всё, что случилось, она потом позвонила папе и рассказала ему. Потом папа и полиция приехали и написали заявление в полицию. Мы были уверены, что фильтр украли, так как недешёвая штука, и она не входит в комплект кухонного гарнитура. Полиция разобралась совсем в тот же день и узнали, куда увезли кухонный гарнитур, фильтр. В общем, надо было ждать до завтра, так как это место было за городом. Я была такой уставшей, измотанной и переживала всё за всё, весь этот фильтр, за ситуацию, так как чувствовала свою тоже вину, что не разглядела и не поняла вовремя, что фильтра у этого, собственно, нет. Даже успела поплакать до приезда полиции, когда разговаривала с папой, было страшно мне и обидно. Я сама не поняла, как могла такое допустить, но когда брат этой девушки, которая пришла к нам, чтобы купить кухонный гарнитур, разбирал его, я разговаривала с мамой, с самой девушкой этой, и она просила меня показать ей какие-то ещё вещи, которые мы передаём с приездом. В общем, у меня было много задач, я ей всё это показывала, какие-то мелкие вещи, и думаю, что это отвлекло моё внимание. В общем, это было уроком для меня, что в будущем надо быть внимательнее, когда запускаешь чужих людей в свою квартиру, и чётко следить, чем они занимаются в твоей квартире. Так вот, вечером того же дня, когда я осталась одна после прихода полиции, то убиралась в квартире и заканчивала остальные дела. День папа привёз домой дедушку, он забрал его из больницы, хотя его врачи не выписывали, и сказали ему самому следить за домом самому, заниматься переездом и так далее, про этот фильтр ещё. Но к вечеру папа снова забрал дедушку обратно в больницу, боюсь, так как он был болен всё ещё, и он не выздоровел. Я так и не поняла смысл этого поступка, если честно, и в голове была одна мысль, что с папой не так. Потом, когда он отвёз дедушку обратно в больницу, то приехал ко мне домой и начал меня винить, упрекать, что я позволила украсть фильтр. А я в этот момент была в ужасном состоянии, морально из-за переживаний, у меня болела голова, упало давление. Я подумала, что мне только от этого ещё и не хватало слушать обвинения в свой адрес. Я честно сказала об этом папе, что мне тоже было нелегко вообще-то одной справляться с вопросами переезда, что у меня нет несколько пар рук, глаз, чтобы следить за всем вокруг и следить за тем, что происходит в квартире. Он видел моё состояние, я плакала. И всё равно продолжал обвинять. Я поняла, что начала язвить ему в ответ, но по-другому я не могла говорить, так как вместо того, чтобы услышать слова поддержки, успокоения, меня упрекали, тыкали лицом в то, что я сама виновата и, в общем, не уследила. В этот момент он резко подошёл ко мне, взял огромный нож со стола и ударил им по моей голове. И я удержала за локоть и хотел вонзить вот этот нож мне в живот. Я сама не поняла, как всё так быстро случилось, мы стояли на кухне, и от шока я даже и боли я не почувствовала. Но когда до меня начало доходить, что в меня собираются вонзить нож, я начала кричать и прикрываться руками. Он отпустил меня и поставил нож обратно на стол и отошёл. Потом начал громко угрожать мне, что если я ещё раз ослушаюсь его или буду говорить что-то против него, то он всегда будет бить меня и будет наказывать. Угрожал, что заберёт меня с университета и я буду сидеть дома, а не учиться и всякое такое в этом роде. Я уже точно и не помню, я была в состоянии такого шока и сразу же перестала плакать и стала, в общем, на месте, куда-то не могла двинуться, сделать шаг. Я просто стояла и смотрела вниз. Я была так напугана и мне было ужасно страшно за свою жизнь. А на столе лежал мой телефон, я сразу же взяла его в руки и спрятала. Потом он мне приказал отмыть пол на кухне и уехал. А я оставалась в доме одна и как только он уехал, начала писать подруге о том, что случилось, начала плакать на взрыд. Мне было очень плохо и отвратительно, я чувствовала отвращение к себе, что появилось на свет из-за его сперматозоида. Мне стыдно было, он был противен, этот человек, что мысль о том, что во мне есть его гены, этого человека, мне вообще эта мысль была просто противна. На столе тогда лежал нож, который он замахнулся на меня и я взяла этот нож и думала даже о самоубийстве. Но эта мысль возникла так же быстро, как ушла. Я не хотела убивать себя из-за того, что я верила, что у меня есть все-таки будущее лучшее. Я не могла поверить, что человек был способен на такое и не просто человек, а близкий родной папа. Он и в детстве меня бил тем, что ему попадалось под руки, кидал тяжелые игрушки. И в сестру так же, если мы его злили. Когда мне было 8 лет, а сестренке 4 года, то мы обе видели, как отец бьет маму, угрожает ей, а мама лежала и плакала. А папа приказывал ей замолчать, заняться детьми. Я четко помню этот момент, после этого мне было страшно рядом с ним находиться. Я понимала, что если он что-то просит, то обязательно надо это выполнить. Я никогда не была близка с отцом из-за этого. Я уже не подопускаю его. Мы с дедушкой переехали в другой город и папа мне время от времени звонит и говорит, чтобы я приехала в гости обратно, ибо он скучает и начинает баловать меня в словах. Но я, если честно, ничего не чувствую к нему, только отвращение и лицемерие. Только недавно я готов был покалечить меня, а сегодня говорит, что любит и скучает. Я не понимаю его. Я перестала выражать какие-либо эмоции, когда с ним разговариваю или нахожусь рядом. Я просто хочу забыть этого человека, не видеть его вообще в своем будущем. Были мысли разорвать с ним связь и не общаться. Я хочу поддерживать с ним связь. Больше не люблю и не скучаю я по нему. Поэтому были дни, когда я желала ему смерти, но понимала, что это неправильно и задушила в себе такие ужасные мысли. Сейчас мне бы хотелось, чтобы он мне вообще не звонил, не напоминал о себе. Ибо каждый раз, когда общаюсь с ним, у меня в голове прокручивается тот случай, а я не хочу этот каждый раз случай вспоминать. История получилась очень длинной. Я бы хотела услышать ваше мнение об этой ситуации и послушать ваши рекомендации. Спасибо, что уделили время, прочитали. Я благодарна вам за ваш канал, где открываете глаза многим женщинам, не только это. Также знакомите многих с психологией. Я считаю, что в современном мире это очень важно. Знать психологию, изучать ее для собственного саморазвития. Когда я начала изучать ее самостоятельно, то нашла ответы на многие свои вопросы. И начала заниматься самоанализом. Стала более уверенной в себе и осознанной. Вот женщины, жертвы абьюзеров и кто в тяжелых отношениях. Вот вам пример, как может сложиться жизнь ваших детей, которые терпят абьюзы. И может быть ради детей вы их терпите, кто так себя оправдывает. Вот эта девочка. В первых, я хочу сказать, что ей всего 19 лет. И не то, что я ее уменьшаю. 19 лет здесь очень умные. Видимо, тот случай, когда человеку уже довольно-таки много, к сожалению, своему бэкграунду «спасибо» в кавычках повидал уже. Нехороший у нее там опыт в жизни есть. И я что хочу сказать, что вот она ситуация, когда девочка очень грамотная, хорошо написанное письмо. Видно, что человек очень много осознает и понимает. Слава богу, некоторых и в 30-40 лет этого нет. С самоанализом. Я вот хочу отметить, что вот ее маму били, сестру били, еще братик есть. Это жертва абьюзных семейных отношений, когда мама не ушла и осталась по каким-то причинам. У папы явно какие-то проблемы, в нем копаться мы не можем, никакой информации нет. У папы явно проблемы с головой, неконтролируемая агрессия. Если девочка, которая прожила всю жизнь, лучше ничего не видела, и то она понимает, что это не норм, это не окей, и так продолжаться не может. Мои рекомендации, это я вот для женщин, которые сейчас что-то задумываются, уходить, терпеть, толкнул меня муж, а что делать? На месте этой девочки потом, лет через 20, могут быть ваши дети. Вот об этом вам надо подумать. Вот вам пример яркий. Очень все хорошо описано. Может, это когда-то ваш муж кинется с ножом на вашего ребенка, когда вас рядом не будет. Слава Богу, что она осталась жива. По поводу ситуации этой. Я не сторонник, я уже на консультациях, а девочки, кто мне попадали в абьюзных семейных отношений и все такое прочее, я всегда говорю. Я, может быть, не права в этом. Но я считаю так, что жертвы физического насилия, когда вас обижает физический человек, заведомо сильнее вас, вы ответить не можете. Тем более, что если вы ребенок, вы не должны прощать, приходить к прощению, к пониманию. Прощать вы не должны это. Принять, да, понять причину. Понять причину, что причина не в вас, а как правило, это чувство вины навешивается. Кто делает физическое, причиняет насилие. Жертва думает, что она виновата, те обстоятельства и все прочее. Надо понять, что не вы виноваты в этой ситуации. Так по каким-то причинам сложились обстоятельства. Надо понять, что причина не в вас. Это первое. Так что вот я тебе, давайте конкретно на примере этой девочке скажу. Смотри, причина не в тебе. Причина в том, что твоя мама была в абьюзных отношениях. И рожала детей. И не уходила, и терпела, и продолжает это все терпеть. Это не, ты не выбирала себе родителей. Так сложилась ситуация. Но сейчас ты взрослая, тебе уже 19 лет, и ты уже в праве выбирать тех людей, которые рядом с тобой. Прощать их, не прощать и так далее. Я считаю, что ты должна понять, причина не в тебе. Ты ведешь себя правильно. Ты должна вести себя так, как ты чувствуешь. Быть раскрепощенной настолько, говорить то, что ты хочешь. В семье, вообще в принципе с людьми. Обычно у проблем коммуникации, у жертв абьюзеров, у детей. Они вообще в принципе боятся, не верят в себя, и боятся вообще поднять голову из списка. Потому что всю жизнь учат молчать и подстраиваться под абьюзера. Вот. И что я хочу сказать. Очень хорошо, что ты живешь теперь в другом городе. Это нормальное ощущение, что тебе не хочется возвращаться с ним общаться. И ты вправе с ним не общаться со своим папой. Понимание и, возможно, прощение, оно придет со временем, с возрастом. Но явно не сейчас, когда это было совсем недавно. И это очень остро. Причина, конечно, в твоем папе, в его психическом состоянии. Если там поковыряться, там все станет понятно, конечно. Но зачем тебе в этом ковыряться? Ты должна брать ответственность за свою жизнь, как ты и самоанализом занимаешься. Ты молодец. И ты понимаешь, что многое сейчас зависит от тебя. Если ты ждала поддержки в том, должна ли я его прощать, нет, сейчас не должна. И ты никому ничего не должна и не обязана. Ты это, возможно, почувствуешь и поймешься возрастом, когда у тебя появятся дети. А на данный момент ты должна жить так, как тебе хочется. Тебе не хочется с ним общаться. Ты не должна этого делать. Ты должна жить по воле своих чувств и эмоций. Почему он по тебе скучает, хотя пытался вонзить в тебя нож и говорит, я тебя люблю, по тебе скучаю, возвращайся. Это схема манипулятора. Он манипулирует, как у типичных садистов домашнего насилия, да? Как он с мамой твоей всегда то же самое же проворачивает. Они задабривают, обещают золотые горы. Когда жертва попадает обратно в капкан, этот паук начинает ее все равно душить, издеваться. И будет еще только хуже. К абьюзерам никогда нельзя возвращаться. Ни-когда. Это клиника. Человек меняется только, когда он хочет. И даже когда он обещает, это не факт, что он изменится. Он может лгать для того, чтобы ты вернулась. Поэтому не хочется возвращаться и общаться. Не, возвращайся. Это ты в полном праве. У тебя сейчас самозащита срабатывает. Инстинкт самосохранения. Слушай его. Потому что у тебя просто вокруг такая история. Ты все это насилие видела. И мама — это не тот пример, которому нужно подражать. Твоя интуиция и чувство самосохранения, оно сейчас даже больше развито, скорее всего, чем было у твоей мамы. Прислушивайся к нему. Это тот здравый смысл сейчас, который тебя спасет. А прощать когда-то его или не прощать — это покажет время. На данный момент ты все делаешь сейчас правильно. Главное — не делай шаг назад. Лучше не будет, потому что это системное многодесятилетнее поведение твоего папы. Ну папа, ну папа, ну да, родился, ну вот такой папа достался. Это не ты его выбирала, понимаешь? Я тебе так скажу, что сфокусируйся на учебе, на будущем и на финансовой своей независимости от родителей. Да, дедушка рядом. Я думаю, с дедушкой у тебя лучше, конечно, отношения. Будь в себе уверена, верь в себя. Как ты считаешь нужным, так и делай. Папа, мама — это не те авторитеты в твоей жизни, к сожалению, в твоей ситуации, которых нужно прислушивать. Они тебе дадут, может быть, неверные советы, потому что они в своей жизни слишком много накосячили тоже. Они принимали, как показывает практика, не всегда верные решения. Поэтому, судя по твоему письму, как ты грамотно, структурированно ко всему подходишь, пишешь, ты знаешь, что делать. Ты не глупая девочка, тебе просто нужна поддержка. Вот я тебе эту поддержку сейчас даю. По поводу финансовой независимости, это я имею в виду, что работа, лет там учишься пока, но все равно какой-то заработок, приработок, еще что-то, какие-то свои деньги, вот это ощущение независимости, оно тебе даст большую уверенность в себе. И ты еще лучше себя будешь чувствовать, зная, что ты совсем от родителей своих не зависишь. Пишите ваши комментарии, особенно те, кто был в детстве в зависимых, объездных отношениях от своих родителей, кто был жертвой домашнего насилия. Пишите об этом в комментариях, у вас возможность об этом рассказать, излить свою душу с анонимного YouTube-аккаунта, никто об этом не знает. Вам легче станет, честно скажу, проговорив это. А все, кто является такой жертвой поневоле, дети в таких семьях, я вас всех поддерживаю. Я вам всем говорю, что вы несете ответственность за свою жизнь, берите ее в свои руки. Ошибки родителей — это их ошибки. Вы можете из этого капкана вырваться и построить свою жизнь так, как вам захочется, вне зависимости от них и от их советов, их неправильных каких-то действий. Пусть это для вас будет толчком и негативным примером, и пусть в вашей жизни ничего подобного больше никогда не происходит. Спасибо за внимание. Под видео я оставляю свою почту для ваших анонимных писем, либо записи на психологические консультации. Спасибо за внимание. Ставьте лайки видео, если вам понравилось. Скоро увидимся. Всем пока. Продолжение следует...